Продолжение следует... Многие участники, я даже думаю, и не знают о том, какая история и суть этого праздника. Сегодня на эту тему я пригласила поговорить в нашу студию с председателями Ликесской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства священника Петра Гурьянова. Здравствуйте! Здравствуйте! Отец Петр, расскажите, вот как Вы считаете, почему вот такой праздник, он так плотно и основательно укоренился у нас в России? Уже не первый год празднуется. Действительно, 31 октября во всем мире по традиции отмечать неофициальный праздник Хэллоуин. Из различных источников известно, что праздник Хэллоуин имеет чистые языческие корни. Это праздник жертвоприношения кельтскому богу, богу смерти, во время праздника Самайн. Люди, служащие князю тьмы, надевали на себя маски всевозможных страшилищ, изображая мертвецов, которые вернулись в свои дома, если Бог их был удовлетворен. Традиции этого праздника, представляемые безобидным весельем, на самом деле являются древними обрядами, имитацией мертвых, приношением жертв духом, напрямую связанной с сатаной. В этот шуточный праздник людям представляется редкая возможность почувствовать себя демоном, творить как демоны дела тьмы. Не стал исключением, к сожалению, наш город Димитровград. Несмотря на все неофициальные статусы этого праздника, он пользуется большой популярностью среди молодежи, школьников, студентов, в ночных клубах по традиции проводят тематические вечеринки маскарады. Только, к сожалению, одного не понимает наше молодое поколение, то, что Бог поругаем не бывает. Когда молчат люди, Господь возгремит с высоты из жилища святыни своей, подаст свой глаз. Это так написано в Священном Писании. Если люди не слышат тихого голоса священника, то с ними уже начинает говорить сам Бог. И пусть не думают участники этих праздниц оправдываться. Подумаешь всего лишь маскарад, игра или шутка. Помните то, что в каждой шутке только доли шутки, а остальное все правда. И не зря говорят то, что маска может и прирасти к лицу, потом не отдерешь ее. Вот я сейчас наблюдала за этой историей, которую вы сейчас прочли. Вы читали историю вот этого праздника. Но все-таки, почему она называется, этот день еще называется День Святых. Я ведь ни одного слова сейчас не услышала, что это именно о святых идет речь. На самом деле, в IX веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, эти языческие традиции смешались с католическим праздником Днем Всех Святых. Католическая церковь долго боролась с этим языческим происхождением и пытались как-то искоренить празднество злых духов, поэтому принесла свой католический праздник День Всех Святых с 1 мая на 31 октября. И начали называть этот праздник День Всех Святых Хэллоуин. Идея совмещения христианского почитания святых и языческого поклонения злым духом принадлежит папе Григорию Третьему, который надеялся таким образом христианизировать праздник и искоренить язычество. Однако необходимо отметить, что христианизация языческого праздника Самхейн не удалась, и через несколько веков, в средневековом Англии, он получит уже название «Канун Дня Всех Святых». Если еще позже смотреть, то название трансформируется уже в наши дни, и этот праздник приобретает как название Хэллоуин. То есть попытка папы Григория Третьего христианизировать этот праздник обручалась крахом. Да, не удалась. А вот все-таки какое влияние на психику детей оказывает вот этот праздник? Все-таки там много таких страшилок, достаточно таких страшных вещей для детей. Действительно, если кто когда-либо бывал на этих мероприятиях, или даже с экранов телевизоров видел, то и на детей, даже по мнению многих ученых, психологов и психиатров, Хэллоуин несет большую опасность для детей. Принимавши участие в подобных мероприятиях, дети нередко испытывают страх, боязнь, подавленное настроение, агрессия и склонность даже к суициду, к сожалению. Все мероприятия Хэллоуина, они разрушительны для детей, не только для детей даже, но и для взрослых в психическом, педагогическом и социальных положениях. Хотя организаторы Хэллоуина, они оправдываются тем, то, что праздник вроде сказочной мероприятия, и к детей как бы привлекает этим волшебством, различными необычными представлениями. Ну, волшебство тоже разное бывает. В наших сказках, мне кажется, оно все равно какое-то доброе, да, и добро все время побеждает. А здесь вот другая история. А вот значит ли это, что православным, покрещенным людям нежелательно участвовать в таких... Конечно, действительно, мы, православные христианы, не имеем права участвовать в этом празднике. Даже этот языческий культ, к сожалению, явно противоречащий православной вере, он так укоренился среди нашего общества. И причина этого всего кроется, конечно, в нас самих, в нашей духовной апатии вялости, которая обильно питает безбожие, атеизм и богоступничество. Общество нас убеждает в том, что Хэллоуин и подобные праздники, такие, как, например, фестиваль Красок Холи, которые также у нас этим летом проводился в городе. Несмотря на свои языческие корни и истоки, идолопоклонству безвредны, невинны и не имеют большого значения. Это нам так преподносит. Но на самом деле такие праздники, они подрывают наши духовные устои, способствуют распространению маловерия и безбожия в нашей стране. Вспоминается жития мучеников святых, которые в первые века христианства, да даже и в последующие века христианства им предлагали даже формально просто отречься от Христа. Это известно из протоколов. Им говорили, оставайтесь христианами, поклоняйтесь Христу и молитесь Ему, а всего лишь положите благовоние на языческий жертвенник. И тем самым вы покажете то, что вы лояльно относитесь к нашей религии, к нашему языческому богу. Но и тем самым мы вспомним из мучеников, из жития святых, они отказывались не только делом, но и даже мыслью боялись это сделать. А здесь то же самое. Нас пытаются втянуть совершенно чуждые нам по культуре и по идеологии действия, чужие по нашей национальной принадлежности и вероисповеданию. Мы православные христиане не можем участвовать в языческих обрядах. Вот все-таки все начинается с малого. Мы сначала себе позволяем в такую невинную игру, а затем уже смиряемся с этой мыслью, что мы уже играли в эту игру. Я имею в виду этот маскарад, Хэллоуин. И есть ли какая-то цель окончательная все-таки у таких мероприятий? Даже не мероприятий, у таких организаторов, которые это организуют. Наверное, как больше вовлечь в это детей, молодое поколение. Ведь не зря говорят, что если за собой повести молодых людей, то они уже будут идти за этим руководителем. И для того, чтобы этого не было, какие меры, например, нам нужно принимать, мы в народе, в своем, чтобы не прививались эти традиции, чуждые нашей культуре эти праздники, надо возрождать свои национальные русские традиции, создавать для молодежи условия для спортивного, образовательного, культурного развития, оторвать их от этого влияния и падения, которое оказывает на нас Запад. То есть, получается, нужно заинтересовывать нам самим молодежью. Конечно, конечно. То есть мы должны нашу молодежь, русскую, в другом направлении развивать, а не в этом. То есть противопоставить этому празднику Хэллоуин более интересные и насыщенные, наверное, наши какие-то традиции. У нас их много. А вот что можно сказать, какими напутственными словами можно обратиться к нашей молодежи, как на них воздействовать, как церковь обращается к ним, что можно сказать? Ну, даже не как церковь, я даже просто как обычный гражданин, даже как родитель детей своих, хочу пожелать нашей молодежи, да и в первую очередь самому себе, помните, дорогие друзья, то, что есть игры, в которые мы не играем. Даже если все уверены, то, что это безобидная игра. Главная наша беда молодежи, с одной стороны, это обман и обольщение, а с другой – незнание. Помните о том, что незнание греха не освобождает от пагубных последствий, которые будут оказываться на хрупкую душу. Все мы знаем поговорку «незнание закона не освобождает от ответственности» ни в этом свете, ни в будущем. Имеющие уши слышат, да слышат. Вот все-таки, если вернуться к традициям, к русским традициям, о которых мы с вами говорили, буквально недавно был форум, я знаю, «Крепка семья, крепка Россия». И вот там как раз и вспоминали эти традиции, говорили, что это не какое-то забытое прошлое, а сегодняшнее, настоящее. Мы же живем не прошлым, а настоящим. Расскажите поподробнее, как прошел форум? Ребята активно участвовали? Да, Татьяна, у нас 15 октября в рамках празднования 15-летия канонизации архимандрита Гавриила Меликевского проходил форум на территории ОГСХ, где мы со студентами провели очень замечательную беседу, встречу и поговорили о семейных традициях. И как раз каждый студент выразил свое мнение об отношении к семейным традициям, об отношении к празднованию этих семейных традиций, как они их проводят, чем занимаются в своей семье. И, к сожалению, вот у нас сейчас общество, оно копирует традиции Запада. Не те традиции, которые у нас были в Древней Руси даже. Даже не будем далеко ходить традиции наших семей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Вот если бы те традиции, которые были в наших семьях, мы бы копировали и привносили в свою семью, то это было бы хорошо. А сейчас, к сожалению, даже вот не надо далеко ходить. Совсем недавно был в детском магазине игрушек. Родители своим детям уже, готовясь к Хэллоуину, покупают всякие эти наряды, маски, страшилок. Вместо того, чтобы мама с папой делали какие-нибудь, я не знаю, куклы, поделки дома с детьми, они вот всякую нечисть, нечистоту это несут в дом. А потом родители начинают жаловаться. Почему дети боятся ночью спать? Почему у детей какие-то проблемы возникают? Поймите то, что бесследно, естественно, ничего не проходит. И это влияет на психику и на душу ребёнка. Дети ведь они как губка, они впитывают то, что видят. Они сейчас, чистая душа впитывает то, что её окружает. Если вот именно будем заполнять вот этой нечистотой, всякими отходами, естественно, ничего хорошего из этого не получится. И вот студенты, которые общались между собой на форуме, вы говорите о традициях западных, которые сейчас внедрились в жизнь. Вот можно какой-то пример привести? Это какие западные традиции здесь, в Димитровграде? Ну вот тот же самый, опять же говорю, это хэллоуин, праздник фестиваля Краса Холли. Тот же самый день, пресловутый день Святого Валентина, который когда раздают валентинки там и ещё что-то. Хотя этот праздник никакого отношения к святому мученику Валентину не имеет. А у нас, к сожалению, после этого многочисленные, простите меня, аборты, всякие нечистоты, когда люди заражаются всякими болезнями. На самом деле нет. Это всё веяние Запада, и мы, к сожалению, это почему-то принимаем с радостью. А свои духовные, национальные традиции мы почему-то забываем. И это не только отношения русско-православной церкви, но это отношения даже мусульманства и других религий к этому празднику Хэллоуина. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Напоминаю, гостем нашей студии был сегодня председатель Мелькесской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства священник Пётр Гурьянов. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok